15 воспитанников ангарской колонии для несовершеннолетних освоили профессию автослесаря. Обучение проходило в рамках проекта «Траектория моего успеха». Поддержку он получил из фонда президентских грантов. Трудных подростков обучали преподаватели ангарского автотранспортного техникума. Сегодня ребятам вручили свидетельство о полученной профессии. Подростки из ангарской воспитательной колонии изучают устройство двигателя внутреннего сгорания. Толковый специалист по ремонту автомобилей востребован практически везде. Поэтому получение настоящей профессии для многих ребят без преувеличения может стать путевкой в нормальную жизнь. Проект «Траектория моего успеха» получил поддержку из фонда президентских грантов. Ребята успешно освоили как теоретическую, так и практическую часть. Мы на автомобиле перевезли свое оборудование трех модулей и ребята выполняли уже здесь. Формат данной программы с учетом международных стандартов WorldSkills. И хочется сказать, что ребята успешно сдали демонстрационный экзамен и получили хорошие и отличные оценки. То есть из 15 человек у нас все сдали на хорошо и отлично. Сегодня воспитанникам колонии вручили свидетельство о получении профессии. Такой документ поможет ребятам по выходу из мест лишения свободы устроиться на работу и обеспечивать себя честным трудом. Ведь не секрет, что многие из них оказались здесь не от хорошей жизни. Таких историй много. Ребенок, будучи предоставленный самому себе, рано или поздно, находит себя в криминальной среде. Благо, за время существования ангарской воспитательной колонии здесь был наработан колоссальный опыт, помогающий вернуть к достойной жизни даже самого трудного подростка. Мы с 2019 года являемся региональным ресурсным центром добровольческого наставничества. На базе нашей колонии реализовано четыре президентских гранта, программ наставничества. И являясь этим ресурсным центром, мы имеем возможность поделиться с другими школами региона и других соседних регионов в том числе, поделиться опытом внедрения именно программ наставничества. Мы можем сопровождать. У нас есть специалисты подготовленные, тьютеры. У нас есть база методик наставничества. И также мы можем адаптировать по запросам учреждения, разработать новые, которые нужны именно под конкретную ситуацию. По мнению специалистов, наставничество – один из наиболее передовых методов воспитания трудных подростков. Именно поэтому опыт ангарской воспитательной колонии оказался крайне востребован. В том числе и на федеральном уровне. Авторский проект «Социальная квартира», также основанный на принципах наставничества, в прошлом году стал победителем конкурса Общественной палаты Российской Федерации. Много ребят от нас освободились. Больше 30 человек, которые прошли через все программы, проекты. И теперь продолжают. Кто-то учится в высших учебных заведениях, кто-то работает, кто-то создали семью, но при этом не совершают преступлений и остаются на свободе. Важно и то, какой вклад вносит ангарская воспитательная колония в профилактику подростковой преступности. Пример тому проект «Неповторяемый путь», где воспитанники учреждения делятся своим опытом с трудными подростками, которые находятся на свободе. Наши дети, которые встали на путь исправления онлайн, или если это находится в Иркутской области, то очно рассказывают о своем пути и предостерегают тех детей, которые находятся на грани. Ну то есть осталось только сделать шаг и оказаться в воспитательной колонии. Предостерегают тех детей о тупиковости этого пути, о том, что они очень жалеют, что перешли эту грань, и только в колонии начинают это понимать. С этого года ангарская воспитательная колония работает в статусе Федеральной инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Это дает возможность для учреждения значительно расширить сферу своей деятельности и сделать еще не один шаг в искоренении подростковой преступности. Андрей Иванов, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время.